Всем привет, ребят, с вами Магнит, и сегодня я бы хотела поговорить о нашумевшей книге «50 дней до моего самоубийства». Предупреждаю, в этом видео будут спойнеры. И хочу уточнить, что это моё мнение, и я вам его не навязываю. Начну с того, что это даже не книга, а фанцию, написанную на бумер 16-летней жительницей Астрахани Анастасией Холовой. На самом деле, книгу я прочитала за один раз. Заинтересовала. Было интересно, чем закончится книга. Снова выпилится она всё-таки или нет? Для своего возраста Астасия написала довольно стоящую книгу, которую обожают сотни или же тысячи подростков. Да, подростков. Потому что эта книга для подростков. А вернее, я скажу, для девочек, 12-16 лет. Прочитав эту книгу, вы духовно или как-то ещё не обогатитесь? И человеку, которому больше 16-ти? Ну ладно, 17-ти. Вряд ли эта книга будет интересна. Детский слух автора и куча ошибок просто режут глаза. Но думка интересная. И если бы я это написал кто-то, кого больше опыта, думаю, получилось бы гораздо лучше. Я читала, и очень часто мой же мозг мне спойлерил. Всё банально до жути. Было просто очевидно, что же будет дальше. А дальше наша серая незначная героиня превращается всё больше и больше в мою силу. Я, конечно, понимаю. Она главный герой, всё такое. Но чёрт возьми, она подросток, который жил всю жизнь под крылышком у родителей дома. И внезапно она спасла свою подругу от банды бандитов. И внезапно она обезвредила чувака, который на ней упал. И уже не так внезапно она исценировала самоубийство. Да, просто девочка-супергерой. Но именно Мэри Сьюша с героиней и её жизнь привлекают так подростков. Я думаю. В книге описано всё то, что хотела пережить каждый трёх подростков. То есть всё то, что показывается в американских фильмах. Уехать в количество мира от родителей, упароваться ЛСД и всё прочее. Сама героиня до жути тупая. Нет, не тупая. Легкомысленная, скорее всего. Ну и тупая тоже. И не было жаль ни Ребекку, ни Глорию. Единственное, кого не было жаль в этой книге, это мама Ребекки. Всю книгу я ждала, что героиня сама выпилится и как все будут плакать. Но нет. Все эти 600 страниц. Да, 600 страниц. Нам просто пудрли лодки. Ведь она не сама выпилилась, что не очень горчило. Блин, мне жестоко. Вообще, раз. Просто у меня до жути бесила Глория. И я хочу подвести итог вкратце. Слишком простое заповествование и куча ошибок. Банальность и предсказуемость. Третье. Мэри Сучность. Эта книга никак не будет вам полезна. Даже открывайте её, если вы любите серьёзную литературу. Но если вы девочка и вам 13 до 16 лет, то эта книга должна вам понравиться. Ещё раз повторюсь, что это моё мнение и я никого ему не навязываю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok